Спасибо за предоставленную возможность выступить. Я представляю отдел лабораторной медицины в Каролинском институте в Стокгольме, в Швеции. Я немножко изменю тему и буду говорить о том, какая дискуссия сейчас идёт в отношении новых исследований, которые могут сказаться на борьбе с раком шейки матки. Я не буду говорить о всех вещах, которые я планировала обсудить заранее. У нас времени не так много, но тем не менее я кратко хотела бы представить ту дискуссию, которая уже сейчас ведётся. Большая часть ВПЧ никогда не будут иметь серьёзные заболевания. Однако, конечно, скрининг даёт нам обнаружить практически всех, кто имеет такой вирус. Я пытаюсь понять, какие инфекции ВПЧ являются наиболее рискованными и могут привести к серьёзным болезням. И есть ли какие-то биомаркеры, которые могут нам помочь в решении этого вопроса. То есть я буду говорить сегодня о двух вещах. В первом секвенировании HPV-16, затем я очень кратко поговорю о некоторых моментах, которые мы говорим о метилляции. И затем я буду говорить о том, что мы выяснили, что касается конкретных генотипов. И как генотип сказывается на возможности развития рака и выживаемости. Когда мы говорим с вами о секвенировании ВПЧ-16, мы можем говорить, что в настоящее время можно, конечно, очень детально, на детальном уровне различные инфекции, различные заболевания ассоциировать с этим вирусом. И есть, конечно, очень высокий абсолютный риск, например, развития цервикального рака через 5 лет при определённых условиях. Очень интересные исследования проводили сейчас по геномным исследованиям и по такому секвенированию. Мы говорим, что все различные типы ВПЧ, которые уже были представлены, и что мы видим во всех этих последовательных. И если мы видим систематические мутации, что может для нас оказаться потенциально важным при подобного рода исследовании. Мы используем регистр скриннинга. На самом деле мы в Швеции все мазки, все данные по всем мазкам там содержим. И у нас есть специальный онкорегистр. И все случаи плоскоклеточного рака там вы найдёте. Вы найдёте так рандомизированные данные и найдёте также контрольные данные. Мы сейчас проводим новые исследования, прежде всего, по вот этим случаям. Если мы возьмём все мазки позитивные по ВПЧ-16 с высокой вирусной нагрузкой, мы выбираем тогда первый и последний мазок. Среди этих всех мазков, которые мы тщательно исследовали, как раз вот мы такой подход и применяли. Теперь секвенирование эмпликон, как мы его называем. Что это такое? Что подразумевается? Мы используем реакцию ПЦР для того, чтобы выстроить последовательность, для того, чтобы выйти на очень высокий уровень. Мы возьмём каждые из этих 8 тысяч случаев. Таким образом, у нас 8 тысяч получается случаев. Иногда у нас бывают такие данные по 100, иногда по тысячам и тысячам. И таким образом мы должны понять, какие все эти образцы, в какие последовательности они включаются. Очень кратко мы можем с вами видеть следующее, что очень большое количество так называемых мутаций, мутаций ВПЧ-16 и также делений, на самом деле это какие-то вариативные виды геномов. Так вот, они, конечно, связаны с образцами очень высокого качества. Мы можем здесь произвести репликацию, на самом деле это очень интересно. У нас гиповариабельность наблюдается гена Е7. И мы считаем, что это очень интересные данные по исследованию. Мы, кроме того, можем отметить, что есть, конечно, есть более такие консервированные регионы, и менее консервированные в зависимости от того, каков мог быть потенциальный прогноз на развитие рака у этих женщин. Мы считаем, что можно проводить более дополнительные исследования гипервариабельности. Если мы посмотрим на все эти типы ВПЧ, посмотрим на женщин, что это такое. Это та же самая инфекция на протяжении долгих лет или нет, и какая именно приведет к развитию рака. И, конечно, как молекулярный эпидемиолог, я, конечно, считаю, что это очень интересно, и для меня очень также интересно посмотреть, что происходит с вакцинированными женщинами. Но поскольку это тип самый наиболее часто встречающий, нужно, наверное, посмотреть, каким образом можно это персонализировать и сделать, может быть, менее дорогим. Так, вторая часть исследования ИИС, эпигеномные регулирования. Да, это экспрессия женов без изменения последовательности. Это может происходить с вирусами, это происходит с человеческими клетками, с ДНР и так далее. Каким же образом нам регулировать подобные вещи? И как вы, опять же, увидите это регулирование? Очень здесь интересно, конечно, возможность исследования метиляции. И это может быть низкий уровень метиляции по сравнению с референтным или наоборот. И это объясняет, может быть, почему инфекции некоторые хуже, чем другие, более серьезно, чем другие. Поэтому, да, у нас уже есть определенные данные по маркерам метиляции, и интересно посмотреть, что же происходит в этой сфере. Мы работаем в партнерстве с консорцией, с консорцией, с консорцией ФОСИ, да, Горизон 220, Европейский Союз финансирует эту работу и определяет роль метилона в цервикальном раке. Ну, используем, конечно, данные нашего онкорегистра, и это у нас данные по женщинам, имеющим рак на разных уровнях. И мы недавно также начали работать с биобанком. Это данные, которые мы получаем, и образцы, которые мы берем у людей и храним их в замороженном состоянии. Ну, так вот, в настоящее время у нас более 700 тысяч таких образцов, от 4 до 40 тысяч женщин различных возрастных групп. И мы таким образом знаем, что мы среди этих людей наблюдаем, среди этих женщин невероятное совершенно разнообразие различных заболеваний. Мы их можем изучать. Примерно 1100 биообразцов у нас есть, мы их определили уже. У нас есть женщины с CIN3+, 1,2, и здоровые женщины с данными по HPV, ВПЧ и цитологии. И у нас также есть образцы по очень большому количеству потенциальных пациентов. Интересные очень результаты есть, но сейчас я не могу вам их представить, потому что это результаты, которые мы анализируем и представлять будем дальше. Но что же говорят другие люди? На самом деле, они с энтузиазмом относятся к этому, но считают, что, конечно, еще нужно очень много работы провести по тому, что уже даже представлено здесь. Но если вас интересует, что происходит, можем посмотреть по метилляции С5. И это данные из Великобритании. Мы хорошо здесь видим дискриминацию и можем, на самом деле, хорошо работать с этим супрессивным геном. И второй эссей, который я только что упомянула. Да, мы когда изучаем с вами сопрессорный ген, который тоже заслуживает внимания, и сейчас многие обращают действительно на него внимание, так вот здесь данные тоже хорошие. Третье, о чем я хотела сегодня поговорить, это возможность перейти от заболеваемости к смертности от рака. Мы недавно изучали различные данные по раковым тканям и по прогнозированию, и мы понимаем, что, конечно, не все можно поймать вовремя, но были определенные указания на то, что помимо стадий, которую можно определить, конечно, даже на различных стадиях, есть определенная ассоциация с различными типами раска и рисками определенных типов рака и смертностью потенциальной. Мы имеем сейчас, конечно, весьма предварительные данные по данному вопросу, и они такие противоречивые. Таким образом, мы использовали все данные по раку за 10 лет скрининга в Швеции. Мы таким образом использовали все имеющиеся раковые ткани, провели тщательное исследование для того, чтобы убедиться, что это был первичный цервикальный рак. Должно было быть подтверждение цервикального рака. Затем мы, конечно, провели генотипирование. И при правильном анализе у нас примерно получилось 2900 случаев. Вот этот слайд такого технического характера, я сейчас попробую разъяснить. По сравнению с общим женским населением, уровень выживаемости тех, кто имел риск негативный в ЭПЧ, видите, они имеют достаточно высокий уровень здесь. А если у нас не было высокого риска опухоли выявленной, то тогда опыт на самом деле оказался несколько более позитивным. Но если мы сравним эти две группы, если мы сопоставим с факторами прогнозирования, мы можем вывести нечто такое, что называется опасностью, или коэффициентом опасности, он оказался более низким для женщин с позитивным результатом. Вот видите, да. Я хочу вам сказать, что когда мы все эти данные суммируем, мы можем сказать, что данные оказываются весьма надежными. Так вот, мы с вами возьмем эти данные по женскому населению без рака с ВПЧ-16, и мы видим, что здесь есть высокий риск, статистически связан с относительно низким уровнем выживаемости. А если у нас негативные здесь данные, то мы здесь видим иную картину выживаемости. Но здесь, наверное, и другие факторы начинают играть роль. На самом деле это все очень противоречиво. Мы должны подчеркнуть, что мы не говорим о том, что все раки связаны с ВПЧ. Нет, мы должны это разъяснить, и пытаемся, конечно, это разъяснить в нашей статье подробно, детально. Но мы должны сказать, что при первом анализе, при втором анализе ПЦАР и цервикальных раков мы не всегда находим в ВПЧ. Но подождите, я хочу сказать, что просто здесь речь идет о биологическом различии. Потому что если у нас другой может быть образец, то, может быть, мы другие последовательности нашли. И я вовсе не говорю, что они не вызваны в ВПЧ, но, может быть, здесь есть некий такой человеческий фактор, биологический ключик, который объясняет плохую выживаемость. Независимо от лечения, да, гистологии, возраста, уровня образования и так далее, и так далее. Я хочу еще раз вам это представить, для того, чтобы вы могли об этом подумать, и, может быть, задать вопросы. Может быть, надо, конечно, изучать эти вопросы в клиническом контексте. Я сейчас очень осторожно говорю. И хотелось бы поблагодарить тех, кто мне оказывал поддержку из Глобального центра эфирентности, из Стокгольма, из Швеции, и также спонсоров. Большое спасибо. Поскольку у нас есть немного времени, может быть, вопросы будут, да, вариабельность, да, как это все коррелируется. На самом деле, это историческая когорта. Да, последние образцы – это 20 лет назад. Знаете, говорили, очень такое гомогенное население кавказского типа. Я должен сказать, конечно, у нас сейчас очень изменилось сообщество в Швеции, у нас волны миграции наблюдаются, и поэтому наблюдается такая вот вариабельность. Но мы сейчас должны, наверное, еще подумать, это вариабельность. Вариабельность. Большое спасибо. Да, это замечательное исследование. Вы изучали более внимательно первые случаи гистологии в ваших клинических случаях? По крайней мере, на нашей стороне мы также смотрим взаимоотношениях раков, которые не отнимут отношения к HPV и к ВПЧ, таких как саркома, и в популяции, которые не проходят скрининг. существуют также другие виды раков, которые не связаны с HPV, но теперь уже снизилось количество раков, которые связаны с HPV, и количество раков, которые не связаны с HPV, становятся более важными. Существует ли какой-то скрининг? Существует ли какой-то скрининг? Существует ли какой-то скрининг? Пожалуйста, нет, диагнозы в основных симптомах. Вы включили такие раки в ваш анализ? Возможно, это частично, и включение обозначает вас, объясняет ваши находки. Если подняла ваш вопрос правильно, то мы выявляли случаи как на основе скрининг, как на основе симптомов. Мы делаем поправки на это, но ассоциализм все равно остается. Даже если мы выявляем рак на основе симптомов, все равно остаются кероскопчепозитивными. Я ответил на ваш вопрос? Нет, я хотел узнать, какие гистологические типы рака шейки матки вы включили? Да, мы включили все перечные раки эпитолиального происхождения, и наши самопатологи это изучали. Большое спасибо за такой вопрос. Мы вспомнили на пускоклеточные, аденокарциномы, смешанные варианты, и другие эпитолиальные раки. И недавно была опубликована статья в BMJ по редким типам, и мы видели также ту же самую взаимосвязь для редких типов, взаимосвязь с вирусом попелом человека. Мы также видели ее в рамках результатов, которые были опубликованы в статье. И эта короляция была выраженной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова